Доброе утро всем! Я Оксана и жизнь как она есть. Я с утра еще такая помятая. Да, это обычно так. Сегодня суббота, раннее утро. Дети, малыши у меня не в школе, я их не отвозила. Но я уже в дороге, я уже за рулем. Я поехала за рыбой. Вчера по группам объявления скидывали по всем практически, что в Речпорту продается рыба. Чир и омуль. Меня больше интересует чир. Это наша северная рыба. Я люблю ее как в копченом виде. И обалденный получается с ней пирог. Рыба очень жирная, вкусненькая. Ну, заманчивая цена. Продают ее брикетами. Цена от 250-300 рублей. Я не знаю, почему такая цена. Обычно цена это такая на старую там рыбу. И нормальная, хорошая рыба стоит под 600 рублей и выше. Перед Новым годом она доходит до 1200 за килограмм. Из нее делают еще эту строганину. То бишь полосочками так режут, пластиками. И в сыром виде, в замороженном, ее употребляют. Вот. Поеду, посмотрю. Ну, говорят, что рыба свежего улова. Если возьму, у нас будет пирог рыбный. С такой дороговизной рыбы у нас получается, редко мы стали делать пирог. Когда были цены более доступные, мы постоянно делали. А сейчас получается, на мой противень нужно 2-3 рыбины. Либо на 2 пирога это 4-5 штук. Рыбы большие. Одна может до 3 килограмм достигать. Вот и посчитайте. Обычно новогодний пирог у нас получается в пределах, если берем хорошую рыбу, в пределах 3000. Такой. Хотя вот живем на севере, а наша северная рыба вот такая. По цене недешевая. Мясо дешевле. Ну, поедем, посмотрим. Ну, возьму еще и рябушку, если будет. Тоже засолим, и можно будет закоптить. У нас сегодня замечательная погода. Днем обещали аж плюс 2 градуса. Осень к нам опять вернулась. Вчера, позавчера даже капал дождь. Андрюшка тоже с утра стартанул. Они поехали за комбикормом на ту сторону реки. Я не знаю, как они там будут перебираться, как переправа работает. 20 тонн комбикорма свиного, но наших 15 и 5 еще цепляем до груза, можно сказать, знакомым. Чтобы кормить коров на зиму и уток. Мы так посчитали, примерно 15 тонн должно хватить. Вот они в Хаптагае будут забирать этот комбикорм. Очень мне хочется провести стрим. Уже хочу поговорить. Прям вот... Ну, никак не получается. К вечеру я падаю с ног. Дети у меня тоже спрашивают, когда будет стрим. Я говорю, ну, не знаю. Я вот думала, может попробовать провести днем его. Ну, с многими у нас разница в 6 часов. Ой, все, я что-то это... На зеленый притормозила. Посмотрим, может быть, сегодня вечерком или днем выйдем в эфир. А сейчас пока у меня рыба в голове. О, два несчастья. С утра пораньше. Выходной день. Испортить себе настроение. И сделать аварию. У нее отключается. Вот так вот. Серо, пасмурно, но тепло. Ну, как сравнительно. Для нас это тепло. Мы радуемся последним теплым денькам. Поэтому очень даже хорошо. Ну, по прогнозу смотрели, что даже еще в ноябре будет тепло. Солнышка сегодня нет. Вот это печально. Чем хорошо субботнее утро? Машин не так много. Едешь спокойненько. Так, мне же перестроиться надо. Вот сюда. Потому что сейчас будем сворачивать на Кавица и потом в рейчпорт. Ну, я надеюсь, что рыба есть. Потому что, чтобы попасть в рейчпорт, нужно еще купить пропуск. Ну, я надеюсь, что на вахте в курсе, есть там рыба или нет. Ну, давай, давай, тянемся. Ох, у меня подогрев сиденья жжет. Подключить надо. Я-то думала, посплю сегодня с утра. И хоть немножко, хоть полчаса. А, нет, не получилось. И как? Ну, да и ладно. Завтра посплю. Завтра воскресенье. Наверное. Все близко, все недалеко. Компактный город. Завтра нет. И вот она. И вот она. Здесь будет вот... Ух est Nic technical. И вот будет вот так. illonетриста. Этоätt im polit так речной ай чё ты стоишь у тебя главное а ты сворачиваешь ну нормально красавчик вот просто с правой стороны то еще надо было поджать вот это наш речной порт здесь значит склады этого как его самого леса как здесь мы заезжаем чего наверно все за рыбой вот там проходная раз пойду оплачу сначала узнаю есть там рыба или нет по идее должна быть даже место есть куда стать можно наверно никого не помешаю все ладно пошел я можно конечно пройтись пешком это бесплатно но на улице скользко и совсем не хочется идти и падать поэтому мы заплатили 280 рублей и заехали у нас склады вот здесь сразу с причалов продают этот груз лес доска здесь ну все пиломатериалы так интересно и где рыба он сказал направо а я все еду еду и никакой рыбы я не вижу вон она маша он машины едут туда значит там рыба будем сейчас смотреть очередь прям как советские добрые времена за рыбкой нет я крайне сейчас посмотрим а тиры не знаю черта есть а а нет ничего как это уже только рябушка осталось ну елки-палки я ехала за пирог пирог надо ну ладно хотя бы возьмем рябушку вот такая очередь как будто бы ее дают бесплатно вот такой брикетик рябушке у меня получился сколько не поняла кто-то надо мной посмеялся что ли яйцо второе яйцо кур у меня в гараже нет но это дети юмористы блин сейчас я ее запихаю сюда печально конечно что не досталось чира и рога не будет за вчерашний день все это разобрали ну правильно дешевая но скорее всего это все ушло на рынок это взяли перекупы поэтому чир будет в городе но уже совсем по другой цене люди сейчас берут только рябушку но это она тоже цена у нее недорогая получается 150 рублей за килограмм два брикета у меня вышло на три с чем-то будем солить они можно и жарить и жареная она вкусная точно сегодня на вечер можно пожарить рыбки люди какие-то с утра нервные значит я тащу этот брикет ну как тащу я его ногой пинал это машины поднимать тяжелого-то я не поднимаю а он извините 20 килограмм он выступает видите ли машину ему проехать надо было такой напыщенный дяденька в руки возьми и тащи мол этот брикет задержала я его на пять минут видите ли ну другой бы сказал давайте девушка я вам помогу так нет же надо с утра нахамить все сейчас меня выпустят а уже другой охрана да пожалуйста там поставили написали что взяли сейчас меня выпустят ну вот как то да ладно я вас объеду заезжайте я ж не гордая еду домой только не понимаю как так быстро чиро забрали вчера они только вчера первый день торговали ладно будем ждать когда соседские машины пойдут с севера и повезут рыбу в чакурдаха им постоянно привозят машины сюда в город на продажу вот мы у них тоже берем там вообще там идеальный там хороший чир такой надеюсь что она не совсем мелкая рыба я брикет вскрывать не стала а ну один дядька скрыл брикет у него там вместе с этой ряпушкой такая большая рыба попалась либо чир либо умур я не знаю что еду домой значит взяла рыбу еду домой заехала по пути на базу взяла нестандартную там дыни листья капусты все такое козам уткам и курам дыни и арбузы пусть витаминизируются в машине такой насыщенный стоит дынный запах просто ужас даже так бывают эти сильные вонючки в машину насыщенные вот такой же сегодня у меня вообще такой вроде бы выходной день и такая суматоха будет у меня сегодня должны привезти мебель наконец-то пришла нам мебель в две комнаты но сегодня только привезут одну и на следующей неделе вторую привезут мы успели до закрытия переправы поэтому скоро будет ролик как мы это соберем и поставим наконец-то детская комната будет готова вот так утро начинается пока пока вот так вот так вот так и и Продолжение следует...